В конце десятых годов у кинотеатров появился серьезный соперник в лице стриминговых сервисов. Самый яркий представитель из них — Netflix. Люди предпочли платить сумму, равную стоимости одного билета в реальный кинотеатр, за подписку на онлайн-кинотеатр, который давал им возможность смотреть фильмы, а также сериалы, телепередачи и различные шоу неограниченно целый месяц. А после начала пандемии коронавируса кинотеатры, как и любые общественные места, закрыли на карантин. За это время кинотеатры терпели невиданные убытки. Кто-то даже не смог пережить этот период. Однако и после их открытия дела в гору не пошли. Пандемия коснулась всех, в том числе и кинематографистов. Я должен был снимать диплом про пожилых людей, классный сценарий, всем нравилось, мне его одобрили сразу же. Но в итоге оказалось, что в пандемию пожилые актеры, конечно же, сниматься боятся, либо запрашивают очень большие деньги. Даже было такое, что пожилой актер согласился, но застрял в Белоруссии. Даже нашлась актриса, которая согласилась играть в эти сложные времена, не запросила денег, но в итоге застряла из-за закрытых границ. Пандемия повлияла и на большое кино. На одном проекте я работал монтажером. Фильм должен был выходить в марте, мы немного не успевали сделать то, что мы хотели, но продюсеры требовали закончить к определенному числу. При выходе в марте мы бы заработали кучу денег, потому что подобного жанра в кинотеатре не выходило в это время. Но, повторюсь, мы оставались неудовлетворены получающимся результатом. В итоге бахнула пандемия, мы остались почти на год с материалом, никто ничего не требовал, кинотеатры закрыты, и мы смогли довести фильм до того состояния, в котором он нравится нам. Это хорошая сторона, но есть и плохая. Когда пандемия ослабла, кинотеатры открылись, вышло сразу три или четыре фильма в подобном жанре, и в итоге наш фильм никому нужен не был. В итоге все пришло к тому, что фильм в кинотеатрах был всего лишь один месяц. Дальше он ушел на стриминговые платформы, где, хочется верить, окупился. Карантинные меры, такие как, например, рассадка через одного и ограничение в заполняемости зала все еще действовали, продолжая не давать кинотеатрам, окупаться. Новые фильмы в прокат не поступали, поскольку вся киноиндустрия встала на месте. Производство затормозилось, а назначенные премьеры были сильно и многократно перенесены. Да и сами зрители не спешили вновь посещать людные места. Они успели привыкнуть к тому, что им, как и еду, на дом доставляют теперь и фильмы. Да, я, конечно, даже не предполагал, что этот маленький китайский вирус так далеко зайдет, и из-за него начнется общемировая пандемия, которая просто сведет наши доходы практически к нулю. Ну, благо сейчас, конечно, все более-менее выстраивается. Но все-таки в первое время мы делали очень много чего, чтобы выжить. То есть мы постоянно проводили социологические исследования, думали, как повлиять на аудиторию. К нам во время пандемии, когда киротеатры уже открылись, а релизов от западных крупных студий до сих пор особо не было. То есть там был какие-то, когда я помню, в октябре был релизы «Ведьмы» на него все ходили, потому что это вроде какой-то ремейк фильма от Роберта Земликса. Короче, но в итоге сборы у него довольно быстро просели за счет того, что это просто какой-то детский фильм, и никто особо на него не сходил. Честно говоря, лично мое субъективное мнение, мне бы хотелось видеть побольше интересного европейского, западного кино. Потому что с российским сейчас пока, конечно, не то чтобы все очень хорошо. Да, конечно, у нас много замечательных релизов, но, скажем так, лидеры проката у нас всегда примерно одни и те же люди, одни и те же продюсерские компании. И, в общем-то, не всегда они показывают себя успешно, но при этом каким-то образом отбивают свой бюджет еще на производстве. Как следствие, в разгар пандемии стриминг стал неведомо расти. К некогда монополисту Netflix присоединились такие гиганты, как Apple и Disney, а Warner Bros. собираются все свои премьеры выпускать сразу на HBO Max. Да и сам Netflix официально открылся в России, где, помимо него, уже работают онлайн-кинотеатры от Кинопоиска, Иви, Око и так далее. То есть, за все время пандемии эти стриминговые сервисы настолько развились, настолько они начали купаться в деньгах, что они просто имеют право отнимать у нас, грубо говоря, выкупать у нас право прокатывать фильм у себя в кинотеатрах. И говоря о стримингах, не все остались довольны подобным распространением контента. Нолан, Вильнёв, Скорсезе и прочие старички Голливуда, конечно же, кричали, что кино для кинотеатров. Но при этом сам же Скорсезе побежал сразу на Netflix снимать своего Ирландца, как только они ему дали деньги. Я очень расстроился, когда фильм «Ирландец» вышел эксклюзивно на Netflix, потому что, помню, как Мартин Скорсезе выразил свое мнение насчет фильмов Marvel, которые, кстати, приносили нам кучу денег, нам, кинотеатрам. Выразил свое негодование, говорит, что вот это не кино, это не настоящее кино, это просто развлечение для тупых детей. Я не могу сказать, что это развлечение для тупых детей, это просто развлечение, скажем так. Оно массовое, и, знаете, такие развлечения приносят деньги, особенно кинотеатрам, потому что мы эти развлечения, как бы, людям предоставляем. Но сам он решил, как бы, вот подтолкнуть ситуацию еще, не знаю, и выпустил эксклюзивно на Netflix ирландца. То есть, понимаете, вместо того, чтобы прокатывать его в кино, если он так любит кино, так ратует за всю эту магию, за этот все интеллектуальный флер кино как искусства, то пускай, пусть бы он выпустил тогда этот фильм, блин, в кинотеатрах. Потому что, во-первых, это было бы прибыльно, во-вторых, стриминговые сервисы не были настолько популярны и востребованы. В конце концов, хоть как-то мы бы держались на полу. Ну вот какие-то двойные стандарты получаются у Мартина. Жаль, но фильм у него все равно хороший. Многие известные мировые актеры и режиссеры открыто выступают против отмены проката. Яркий пример среди них — Кристофер Ноун, режиссер фильма «Довод», на который возлагали надежды, как на спасителя проката. Но тщетно. Картину после многократных переносов ждал провал. И, напротив, Зак Снайдер, Лига справедливости которого, имела успех именно в стриминге, минуя большие экраны. Понятно, что сейчас все деньги, весь контент, он сосредоточен на стримингах. Потому что им надо заполучать крутых режиссеров, эксклюзивные проекты. Что, собственно, и произошло со Снайдер Катом. Когда все просили, все молили и говорили, что ничего не будет. Что не может существовать две разные версии, противоположные одного фильма. И в итоге что произошло? Чтобы привлечь внимание, 70 миллионов долларов было вложено в доработку изначального видения режиссера. Это, я считаю, прецедент. Мы совместно с Ванте Групп, социологическая, наши партнеры, социологическая компания, проводящая всякого рода социологические исследования, мы обратились к ним, чтобы они привели такое вот как раз-таки исследование. И мы задали им вопрос. Вернее, мы составили вопрос, который звучал примерно следующим образом. Как бы вы предпочли посмотреть фильм, новинку, если он выходит одновременно и на стриминговых сервисах, и в кинотеатрах? Вы бы предпочли посмотреть его дома или в кино? И все-таки, тем не менее, этот вопрос как раз-таки касался в основном Лиги Справедливости. Тем не менее, люди выбирали всегда преимущественно дома, потому что все уже просто привыкли смотреть фильмы дома из-за интернета. Да и в целом, пандемия как бы подлила просто масло в огонь. На самом деле, тенденция неутешительная с кинотеатрами была уже давно. Нолан хотел спасти ситуацию, выпустив свой раскайпленный фильм «Довод» в кинотеатрах в разгар пандемии. Он верил, что все пойдут на имя, на кино и ради кинотеатров. Но в итоге потерпел провал. Фильм шел долго, никто на него не ходил, и непонятно, с чем это было связано. С нежеланием людей ходить в кинотеатры в такое опасное время, либо сам фильм не выглядел привлекательно в сложные времена. Ну или же просто это все было из-за ограничений, навязанных правительством. Зато российские проекты хорошо показывают себя в прокате. Например, помню, Нован заработал у нас гораздо меньше, чем непосредственно Каха, что, конечно, дало нам какую-то надежду на выживание. Лично мне кажется, довод просто неправильный фильм для зазывания людей в кинотеатрах. Отличный пример — это «Годзилла против Кинг-Конга». Фильм мало того, что вышел не только в кинотеатрах, но на стриминговом сервисе сразу же, так еще и собрал кучу денег в самом кинотеатре. То есть, если люди хотят идти в кинотеатр и смотреть что-то на большом экране, они пойдут и сделают это, несмотря на то, что это уже лежит в интернете. Что делать кинотеатрам, когда даже крупнейшая сеть в мире кричит о банкротстве? И означает ли все это их скорый закат? Глядя на последние новости, начинает казаться, что да. В последних попытках зацепиться за жизнь некоторые кинотеатры начали сдавать свои залы геймерам, чтобы те за кругленькую сумму часок-другой могли поиграть на самом большом экране в своей жизни. С одной стороны, невиданная прежде возможность, которую раньше тяжело было себе даже вообразить. Но с другой — печальное зрелище того, как в гонке за выживание кинотеатры из места совместного переживания эмоций и впечатлений одного из пристанищ искусства превращаются в подобие компьютерных клубов. Моё мнение, что стриминги не убивают кинотеатры, а убивают вся ситуация, связанная с коронавирусом. Ограничение страны правительства, закрытие кинотеатров или страх людей. К сожалению, судя по нынешней тенденции, на самом деле, в ближайшем будущем кино мало того, что обесценится, скорее всего, все наши массовые сети то и позакрываются, и в итоге останется какой-нибудь там МОЗ Кино, дай бог, или какие-нибудь частные, не знаю, частные кинотеатры. Кинотеатры множество раз предрекали смерть. Когда появлялось телевидение, когда люди обустраивали домашние кинотеатры, наконец, видеоигры, где ты управлял героем, а не наблюдал за ним со стороны. Но мне все же кажется, что кинотеатры остаются неким ритуалом для людей, и они все равно будут в него ходить. Ну и с другой стороны, а где вы еще можете полностью прочувствовать драку огромной обезьяны и ящерицы? В общем, мне кажется, что именно поход в кино, чтобы посмотреть кино, скатится в очень низшее такое развлечение. То есть не каждый же день или там не каждую неделю мы можем, позвольте, сходить на выставку какого-нибудь там Бэнкси. Хотя, да, извините, что не история с Бэнкси. Ну ладно, не в суть важно. Также из кино будет, потому что финансирование никто не даст. Все будут смотреть фильмы дома. Фильмы вообще, кино, превращается просто в контент. К сожалению. Мое мнение, что глобально ничего не поменяется. Для кинотеатров будут блокбастеры с размахом и спецэффектами для домашнего просмотра, скромные низкобюджетные фильмы, комедии, драмы и прочее. Многие эксперты склонны предполагать, что такие кардинальные меры, как премьера фильма в сети одновременно с большими экранами, нанесет вред не только людям, которые еще больше отдалятся друг от друга, но и самой индустрии. В данный момент наиболее оптимальным выходом является компромисс между стримингом и прокатом. Какие-то фильмы выходят сразу в сети, а часть отдают кинотеатрам. Пока что это решение кажется оптимальным, но прежним просмотр кино не станет уже никогда. Субтитры сделал DimaTorzok